Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 3841». Смелость прославляется и в песнях. «Почему же в церкви не говорят о том, чтобы мы были готовы к любым испытаниям и были подобны первым христианам в житиях святых?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мусульмане готовят смертников, и мало кто слышал, чтобы кто отступил, уже подойдя к цели, где будет подрывать себя. Хотя это нам и не пример, но мы-то идем к высшему, и нам обещана величайшая награда за смерть за Христа. Не учат потому, что животолюбивые пастыри все подогнали к своей утробе. «Не смотрите на изнеженных руководителей, а сами ежедневно сокращайте свои прихоти и живите, как Иоанн Креститель, в бедности, без ропота, и ежедневно готовьтесь услышать призыв Господа, идти за Ним на Голгофу». Библия есть, Дух Святой да наставит каждого. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 3.2. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». Осова Нароли, Чарубина, Д. Габриак, 1887 год по 1928 год. «Его египетские губы замкнули древние мечты, и повелительны, и грубы лица жестокого черты, и цвета синих виноградин огонь его тяжелых глаз. Он в темноте глубоким впадин, истлел, померк, но не погас. В нем правый днев ракочет глухо, и сжечь сердца ему дано. На нем клеймо святого духа, танзуры белое пятно. Мне сладко, с силой силу меря, заставить жить его уста. И в беспощадном лике зверя провидеть грозный лик Христа». Матфея, 10 глава, с 18 по 20 стих. «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. «Стяжать венок от вас не мечу, не мечу, но ваши похвалы люблю, коль на пути своем и встречу. Балас хотя не назначает, куда и как плыть кораблю, но ход его он облегчает». 1829 год. Фёдор Тютчев. Второзаконие 28. «И ещё объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Не в брёвнах, а в ребрах церковь моя, а в ребрах церковь моя, в усмешке недоброй лицо бытия, сложением двуперстным поднялся мой крест, горя в пустозёрске, блистая окрест. Я всюду прославлен, везде заклемён, легендою давней в сердцах утверждён. Сердит и безумен я был, говорят, страдал, где и умер за старый обряд. Нелепости этот людской приговор, в нём истины нету и слышен укор. Ведь суть не в обрядах, не в этом вражда. Для Божьего взгляда обряд ерунда. Нам рушили веру в дела старины, без счастья, без меры, без всякой вины, что в детстве любили, что славили мы, внезапно разбили служителей тьмы. В святительском платье в больших клобуках, с холодным распятием в холодных руках. Нас гнали на плаху, тащили в тюрьму, покорствую страху в душе своему. Наш спор недуховный о возрасте книг, наш спор не церковный о пользе верик. Наш спор о свободе, о праве дышать, о воле Господней вязать и решать. Целитель душевный коралл телеса, от происков дневных мы скрылись в леса. Ломая запреты, бросали слова по целому свету из львинного рва. Мы звали к возмездию за эти грехи, и с Господом вместе мы пели стихи. Сурового Бога гремели слова, страданий много, но церковь жива. Иаз непокорный читая Апсалтирь в Андронинской Черной пришел монастырь. Я был еще молод и все перенес побои и голод и светский допрос. Там ангел крылами от стражи закрыл и хлебом со щами меня накормил. Я подвиг приемля шагнул за порог, в даурскую землю ушел на восток. на синим амуре молебен служил, бураны и бури едва пережил. Мы выжгли морозом клейму на щеке, мне вырвали ноздри на горной реке. Но к Богу дорога известно одна, по дальним острогам проходит она. И вытерпеть Бога пронзительный взор немногие могут с Иисусовых пор. Настасья, Настасья, терпи и не плачь, не всякое счастье в одеже удачь. Не слушай соблазна, что бьется в груди, от казни до казни спокойно иди. Бреди по дороге, не бойся змеи, которые ноги кусают твои. Она не из рая сюда приползла, из задого края посланница зла. Здесь птичьего пения никто не слыхал, здесь учат терпению и мудрость искал. Я узник темничный четырнадцать лет я знал лишь брусничный единственный цвет. Не то ни нелепость, ни сон бытия, душевная крепость и воля моя закованным шагом ведут далеко, но иго мне благо и бремя легко. Серебряной пылью мой след занесен, на огненных крыльях я в небо внесен. Сквозь голод и холод, сквозь горе и страх я к Богу как голубь поднялся с костра. Тебе обещаю, далекая Русь, врагам не прощая, я с неба вернусь. Пускай я смеян и предан костру, пусть прах мой развеян на горном ветру. Нет учащей слаще желаний конца, чем пепел стучащий в людские сердца. В настоящем гробу я воскрес бы от счастья, но не волит судьбу, не имея власти. Варлам Шаламов 1 Петра 4 глав 1-2 стих «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткой страницы страдания выводит на щеках, выводит на щеках, как локоны из пепельных и черных серебряным делаются вдруг, улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. «И я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною, и в лютый холод, и в июльский зной, под красную ослепшую стеной». Ахматова. Исход 20-й глава, 20-й стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили». 1 Петра 3,14 «Но если не страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Ты безгрешна до того, что почти святою стала, не загрызла никого, никого не забодала. Дважды в год тебя стригут до последнего колечка, и однажды в пять минут шкуру начисто сдерут. Бедная овечка, бедная овечка, человек родился пир и венчаешь ты шампуры. Человек покинул мир и осталась ты без шкуры. Начишь дверь перед конаком и дохнула жаром печка. Уксус смешан с чесноком и запахло шашлыком. Бедная овечка, бедная овечка, грудой тонкого руна ты дрожишь извечном страхе и в любые времена даришь мужеству папахи. Похудеть готов бердюк, чтоб вино лилось как речка, а тебе и о тебе опять каюк, слишком лаком твой курдюк. Ты невинна и кратка и поэтому не сдуру. Для злодейств во все века волк в твою рядится шкуру. Слово истинного лад не сотрется как насечка и порой всю жизнь подряд про кого-то говорят. Гамзатов Псалом 43 23 стих Но за тебя умершляет на всякий день, считает нас за овец обреченных на заклание. Римлянам 8 36 За тебя умершляет нас всякий день, считает нас за овец обреченных на заклание. Евреям 10 34 Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего принялись с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Божественная доброта нам светит вдоле и недоле, и тень вселенского креста на золотом простерто поле. Когда дашь затмится сир дол голгофским сумраком сквозь слезы, взгляни живетворящий ствол, какие обумают розы. Кто мирных пристани беглец в широких океанах плавал, тот знал отчаянный пловец, как душу делят Бог и дьявол. Кому ты сам пойдешь, кому судьбы достанутся обломки, он помнит бурь кромешных тьму и горший мрак души потемки. Вячеслав Иванов Но лишь так долгий жизни срок глубоко жил и вечно нова, поймет небезутешный рок на утешение Иова, как дар, что Бог назад берет, упрямым сердцем не утрачен, как новый из благих щедрот возврат таинственный означен. Луки 11 глава 49 по 52 стих 49 и 52 стих Потому и премудрость Божия сказала Пошлю к ним пророков и апостолов и из них одних убьют а других изгонят. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok